Сепи, резисторы и диоды. Это новый конструктор серии Кубвот мини, который выпускает совместно проектами OpenEdMe и просто робот. Это наверное самый маленький конструктор, который позволяет вам изучить электротехнику из тех, что представлены на нашем рынке. Давайте посмотрим, что в него входит и какие возможности он представляет. Сначала рассмотрим упаковку. Вы видите маленькую коробочку, в которой как написано находятся макетная плата, карты схемы и настоящие детали, которые каким-то образом можно соединять друг с другом и изучать какие-то системы, проводить опыты, проводить лабораторные работы. Штрих-код ведет на сайт проекта OpenEdMe и давайте откроем эту коробочку и посмотрим, что же нам положили разработчики туда. То есть у нас есть пакетик, в котором можно найти маленькую макетную плату, какие-то карточки и детали. То есть два пакетика с деталями, которые тоже для чего-то нам будут нужны. Больше здесь ничего нету. Коцунки отложим в сторону. Посмотрим. Так, ну первое бросается в глаза, что макетная плата по-настоящему очень маленькая. То есть непонятно, как что-то можно сделать с такой очень-очень малюсенькой платой, но на самом деле возможности достаточно большие. Если посмотрим, здесь у нас 10 точек по вертикали, 17 точек подключения по горизонтали. Далее, что положили нам разработчики в комплекте. В комплекте нам положены карточки. Ну если убрать рекламную карточку, то мы увидим инструкцию по использованию. На предыдущей задней части карточки было написано, что нам нужно обязательно две батарейки А, которые не входят в комплекты, которые бы увеличили его размер. Это мы тоже с ними батарейки принесем и попробуем что-то собрать. То есть на инструкцию, если мы посмотрим, здесь написано, что нам нужно взять специальную карту схемы, которая может быть либо, в нашем случае, из картона в первых партиях, а в дальнейшем она будет сделана из пластика. Карта очень интересная, если вы так посмотрите, видите, в ней проделаны дырки. Эту карту нужно будет разрезать вдоль линии. Для удобства использования мы же не будем этого делать, а будем ее использовать прямо так, как не разрезает. Эта карта устанавливается на макетную плату и с помощью нее мы можем собирать различные схемы или проводить различные опыты. В инструкции дальше написано, что нам нужно сделать эту карту разрезать, поместить ее на макетную плату и закрепить по углам с предлагаемыми скрепками. Давайте это сделаем. Так, ну вот у нас есть пакетик. В этом пакетике находятся сопутствующие детали, которые нам необходимы для работы. Это магнитики. Перенеодимов магнитика. Они нам понадобятся в дальнейшем. Дальше здесь мы можем увидеть провода щупы, с помощью которых мы будем соединять нашу схему и проводить опыты. Так, у нас 4 провода, 2 длинных, 2 коротких. И здесь находятся специальные скрепки. То есть мы вот этими скрепками как раз и будем прикреплять нашу карту в макетной платье. Так, давайте закрепим. Возьмем карту номер 1, карта схема 1. Отверстие, написанное по инструкции, использовать, которое есть в углах этой карты. Их нужно поставить в крайние точки макетной платы. Так, сейчас я это попытаюсь сделать. Так, одна схема. Вторая схема. Вторая схема. Так, вот здесь закрепили. Третья. И четвертая. Точность изготовления достаточно высокая, поэтому закрепить не будет никаких проблем. И с этим справится даже ребенок под 7 лет. Этот конструктор, как написано, предназначен в 7 лет. Но мне кажется, 7, 8, 9 лет нужно будет под руководством родителей все делать. Кто постарше, они могут уже делать все сами. Отложим немножко в сторону и перейдем к самому интересному. Здесь у нас карточки. То есть у нас здесь есть 5 карточек, на которых находятся различные лабораторные работы. Можно сделать множество различных лабораторных работ, провести множество опытов. По электричеству. Карточки, они двухсторонние. Мы сейчас возьмем самую первую карточку, если я только отложу в сторону. Посмотрите внимательно. На карточке находится с одной стороны схема, которую мы будем собирать, обозначение принципиальное, которое позволит запомнить, какой элемент обозначается на электрической принципиальной системе. Есть полезные и интересные факты. В нашем случае написано, что электрический ток течет по замкнутой системе, от плюсов к минусу источника питания. И есть вопросы, на которые можно будет ответить. Перевернув карточку, мы сможем найти сам номер лабораторной работы А1. Принципиально, что это означает? Вот смотрите, зеленый цвет А1. Если мы посмотрим сюда, то мы увидим, что карточка номер 1, верхняя, лабораторная работа А. То есть нам нужно будет вставить детали в отверстие, которые относятся к лабораторной работе А. Далее, на этой карточке мы можем найти задачу, в нашем случае зажги лампочку, информацию для изучения, что такое электрический ток, он обладает силой, напряжением, пуску электрическая цепь. И написано, какие элементы нам нужно соединить, для того, чтобы выполнить нашу работу. Все элементы настоящие, как говорят разработчики, реальные. То есть если мы возьмем пакетик, мы увидим, что здесь у нас есть куча радиодеталей. Кто-то может сказать, что это большой минус, нельзя давать детям готовые радиодетали, но я считаю, что это огромный плюс, потому что нужно, чтобы сразу дети работали с реальными предметами, с реальным миром, а не с эрзациями, когда им правильно не дают ничего потрогать. Причем, какой большой плюс реальных радиодеталей, на время и минус. Если даже что-то сломается, вы можете спокойно пойти в ближайший радиомагазин и купить. Стоимость деталей минимальна. Если взять обычный светодиод или лампочку, это 2-3 рубля, резистор 1 рубль, кнопка не больше 10 рублей и так далее. То есть сама лабораторная работа предоставляет возможность вам использовать другие детали. Может быть ребенок пойдет, захочет купить многоцветные детали. Может цвет ему не понравится. То есть вы можете просто докупать детали и эту работу может как-нибудь видоизменять. Можно, например, два резистора, два светодиодика поставить. Или там резисторы номинала другие взять. В нашем случае мы используем реальные детали. Детальки. Вот в чем задача взрослых? Это помочь разобраться с деталями. Вот здесь разработчикам я отправил ноту. То есть нужно детали будет подписывать. То есть каждая деталька должна будет сопровождаться какой-либо бумажкой. И чтобы было понятно, где это есть, ну, сказали разработчики, что сделают такую бумажную карточку, в которую детальки будут вставлены. И будет написано, что же деталька для чего будет. Так как отличить, например, вот эту лампочку от светодиода ребенок просто не смотрит. Так, ну вот смотрите. У нас нам для лабораторной работы что нужно? Как у нас написано в карточке? Смотрим. Ну, батарейку мы сейчас поставим. Найдем, нам нужна лампочка и две перемычки. То есть мы берем лампочку. Под схеме мы видим, что лампочка у нас обозначается вот таким вот образом. Она находится сверху. Находим на карте схеме, где у нас есть лампочка. Вот она. И вставляем вот сюда детали. За счет того, что у нас отверстие расположено точно над отверстиями в макетной плате, детали без проблем вставляются и образуют схему. Образуют замкнутую цель. То есть мы поставили лампочку. Мы берем две перемычки, в нашем случае две маленькие перемычки и зоники. И по схеме опять же вставляем их в отверстие. Наверем одну перемычку. Теперь вставляем вторую перемычку. Все. У нас получилась простейшая схема. Ну, можете убедиться, что я неправильно поставил. Поставил на красную деталь. Поэтому переставляем на зеленую. Все. Две перемычки, одна лампочка. Далее нам нужно взять два проводка с щупами и вставить в отверстие для батареек. Теперь достаточно будет взять батарейки, которые у нас предусмотрительно не были взяты. вот это нужно помнить, что батарейки нужно вначале купить и распаковать. Две батарейки А. Почему две батарейки? Большая часть элементов она работает от полутора-двух вольт, но за счет того, что у нас макетная плата и есть сопротивление, нам от батарейки А просто может не хватить для того, чтобы видеть, как у нас элементы работают, то есть будет не хватать напряжения. Это легко убедиться. Так, вот теперь ноу-хау. Как прикрепить эту батарейку? Здесь разработчики пришли очень интересным путем. У нас есть три неодимовых магнитика. Если видите, магнитики просто прикрепляются к плюсу и к минусу. Теперь достаточно просто провода взять и прикрепить. Если все правильно сделали, то лампочка загорится. Но вот видно уже, что батареек не хватает по напряжению, поэтому необходимо поставить две батарейки. Мы берем плюс одной батарейки, магнитиком присоединяем к минусу к другой, а сюда соответственно ставим еще один магнитик на полюс и подключаем. Все. Если видите, лампочка у нас горит. То есть первый опыт мы сделали. Мы сделали опыт, сделали работу А1, зажгли лампочку. Соответственно, мы можем понять, что такое электрический ток. Можем понять, что напряжение нужно больше иногда бывает для того, чтобы загорелся элемент. Лампочка прямо на 3 вольта. Нам нужно 3 вольта минимум, чтобы она горела в полную мощность. Мы можем примерно прикинуть, как у нас течет ток. Что ток у нас течет от плюса сюда, сюда, сюда и к ним. Далее ребенок берет следующую карточку. В нашем случае мы ищем карточку про ключ. В этой карточке написано, как работать с ключом. С той стороны описано, что такое ключ и написано, как нужно составлять с кем. То есть также мы просто берем, отключаем батарейку, убираем перемычку, смотрим, что карточка у нас красная, следовательно, нам нужно работать вот с этой красной частью. Берем, в нашем случае, не ключ, а кнопка, но большого смысла не имею, и ее вставляем. Сделали новую лабораторную работу. Сделали производим новую опыту. Так, подключаем. Если все правильно сделано, лампочка будет гореть постоянно. Почему? Потому что кнопка, она замыкает не напрямую контакты, а справа налево. Тут нужно внимательно опять почитать карточку, в которой написано, что если у нас лампочка горит постоянно, то мы должны взять и переставить, что нарисовано в нашей схеме, переставить контакт от батареи. Теперь, если мы нажимаем на кнопку, если мы все правильно сделали, все правильно поставили контакты, то у нас при нажатии на кнопку лампочка загорается. Мы сделали следующую работу. Так, друг за другом, выполняя задания, мы изучим электрические цепи, изучим, как работает диод, как работает светодиод, как работает ключ, кнопка, как работают резисторы, и исследуем проводимость. У нас есть дополнительные провода, мы потом сможем поставить щупы, собрать систему для индикатора и светодиоды, только ограничивающие резисторы и батареи, и с помощью щупов исследовать элементы, которые у нас есть. В комплекте поставляются провода медно-алюминиевые, можно понять, как проводник работает, может посмотреть, как изоляция не проводит ток. И также можно измерить все, что у нас по духу попадется. На карточке написано, какие вещи можно измерить. карандаша, сам карандаш, пластик, воду, воду, соль и тому подобное. Вот такой маленький набор. Разработчики обещают небольшую цену, не дороже 500 рублей. Также разработчики обещают целую серию таких маленьких мини-конструкторов. В планах есть уже конструктор, который позволит изучать различное регулирование напряжения тока переменными резистными, фоторезистными, фотобиодами и так далее. И в планах есть такой же набор генераторов и потребителей. То есть где будет изучаться, как ток вырабатывается, кто ток может потреблять и для чего. То есть изучается нагрев, изучаются электродвигатели и другие интересные вещи.